В прямом эфире репортера новости в студии Ксения Жарова. Здравствуйте! Сегодня постараются запустить котельную на Шкодовой горе. На высшем уровне в Киеве уже решен вопрос с запуском котельной, которая обогревает полтора десятка домов. Осталось только подписать акт передачи между предприятием «Укртранснефтепродукт» и фондом госимущества. А затем фонд подпишет договор с одесскими коммунальщиками. Вместе с тем должен решиться вопрос с отоплением домов от ведомственной котельной керамического завода. Завод не работает, а с собственниками этого завода мы общаемся на протяжении уже последнего месяца с Пётром Моисеевичем. Они обещали погасить задолженность. Это долги населения за прошлые отопительные сезоны. Вроде как сегодня они должны были уже погасить сумму в 197 тысяч гривен для того, чтобы получить номинации на газ. И включить ведомственную котельную, которая отапливает ведомственные три живых дома. Армашевцы снова перекрывали дорогу. Люди требуют решить земельный вопрос в их селе, а именно предоставить им участки, которыми сейчас владеет местная исправительная колония. С момента последней акции прошло два с половиной месяца, а проблема осталась нерешенной, говорят люди. Подробности в сюжете Константина Гречанова. Пешеходный переход на Киевской трассе возле Новой Елизаветовки Ширяевского района. Жители соседнего села Армашевка устраивают ходячий протест, блокируя движение. Их цель – добиться распоевки земель колонии, находящейся в селе. Сейчас на их сельхозугодьях работает частная фирма по договору найма, руководитель которой регулярно вступает в конфликт с местными жителями. Я пенсионерка, всю жизнь проробила. Тут у меня 43 роки стажу, я не маю права. Батьки мои тут жили, родилися, робили. Вони померли, нічого нам не оставили. Ми тоже не вечно, ми тоже померем, тоже своим дитям нічого не оставим. Приехал якийсь Горлачок, хто він такий, що він, ніхто нічого не знає. Захватив всі земли, даже угрожає нам. В мене багатодетна сім'я, діти я не маю чим кормити, ми не можемо прокормити, допустимо, взяти свиню для дітей, щоб хозяйство, худобу. Косить нам, даже сейчас запрещают, сухостой не можна брати, і якось обидно. Зараз у нас хто керує? Є начальник установи, є директор установи, є в нас якісь смотрящі. Він куриє зараз всіма полями, керує директором і керує начальником. Щоб звернулася райрада, Одеська обласна рада до Міністерства юстиції, хай виділять нам всього на всього тисячу гектар. Руководство райгосадміністрації заявляє, що землі колонії не подлежат распоєвки по закону. Чиновники предложили людям альтернативний варіант. Річ йдет о землях Армашовського сельсовета, а також соседнього Новосветовського сельсовета. Однак компроміссу пока що достигнуть не удалось. Люди настроены решительно і обіщають, що це не останнія акція протеста. Константин Гречан і Владимир Івжич, Телеканал Репортер. Сегодня сотрудники трех портов вышли на митинг. Они пикетували здание администрації морських портов України. Акція протеста связана с тем, що объявлен тендер на охрану предприятий в Одесі, Черноморській і Ізмаїль. Торги объявлены на 29 января. Сотрудники портов уверены, що це незаконно. Наше основне требование к администрації морських портов України заключається в следующем. Отмена цендера. Потому що ми считаємо, що охрана господарственних границів должна находиться в руках государства. А так як порт є на данний момент державою, то не може бути, щоб порт був государственним структурою, а отряд охраны був частним структурою. Представители митингующих пригласили на встречу с руководством администрації, но журналистів здания не пропустили. К решению проблему в итоге встречи так і не прийшли, і во вторник пройдет повторне совещання. Сотрудники портов говорят, що намерены написати заявлення в СБУ, поліцію і прокуратуру. Адвокат, обвиняємого, которого на засіданні не було, заявив, що буде настаивати на смягченні приговора. По його словам, пожизнений срок – слишком жістка мера. Я не можу сказати, що ми добиваємось оправдання для моєго клієнта, але ми добиваємось справедливого приговора, який не буде зв'язаний з пожизненним лишенням його свободи. Наказання, предусмотрене частиною 2 статті 115 – це умышленне убийство, предусматриває наказання від 10 до 15 лет. Ми будемо добиватися наказання в пределах цього срока. А вот потерпевші считають, що пожизнений срок чоловік, унівши життя їх родних, абсолютно заслуживає. У мене одна надежда, одна просьба, одно рвення души. Я требую пожизненного заключення для цього чоловіка. Він не має ніякого морального права знаходиться на свободі. Я не можу судити його прошлу життя, хороший він чоловік був чи плохой. Я смотрела просто уже на той момент, коли чоловік приїхав в Одесу, що він привез з собою оружі, його цель пребування в Одесі, і як він вже ввел себе в Одесі. Понимаєте, тому його характеристика для мене конкретно з цього момента. Ходатайство прокуратуры апелляционний суд удовлетворил частично, оставив Андреєвского на два місяці в СИЗО і предоставив 10 днів прокуратурі на доработку обвинительного акта. Трагедія произошла 9 декабря 2012 року в кафе «Белине». Владислав Андреєвський после драки с посетителями вернулся з другом в кафе і відкрив огонь із автомата. В результате погиб 24-летний парень і 29-летня дівча. В Новий год с ободранными стенами в Одесі в 117 школах і детсадах пришлося снимати з пути евакуации вагонку і панели із легковоспламеняючихся матеріалів. При проведении пожарних проверок в половине детських учреждень були виявлені серйозні нарушення. В настоящее время в 117 із них виявлено такое нарушення, як облицовка стен горючими матеріалами. Це одно із найбільшого нарушення, які виявлені в наших учрежденнях образування. Безусловно, поскольку це нарушення не требує серйозних матеріальних вложень, вагонка і інші галючі матеріали з путію евакуации, оперативно демонтирується. Стены приведуть в порядок на весенніх каникулах. По приблизительним подсчетам, косметичний ремонт обойдеться в 55 млн грн. Средства будуть выделені з городського бюджета. Поліцейські задержали троїх телефонних террористів. Оператру одному із банків на Місоєдівській поступив звонок о мінірованній фінансового учреждення. На місто виїхали представители СБУ, нас поліції, взрывотехники і кінологи з собакою. Обслідовав территорию, правоохранители угрозы взрыва не обнаружили. Следователи быстро вышли на псевдоминерів. Іми оказались троє студентів одного із одеських коледжей. Накануне молоді люди, зрядно випив, позвонили в банк для уточнення данних по платежной карте, але не змогли предоставити необхідній інформації для проверки їх личностей. В результате оператор банка отказал молодым людям. А вони в відповідь не придумали нічого краще, чем отомстити сотрудникам фінансового учреждення ложним мінірованням. Тепер вони відповідають перед законом. Санкція статьи предусматриває срок лишення свободи до шести років. В ході проведення оперативно-розшукових заходів Нацполіція разом з працівниками СБУ викрали зловмисників, причетних до неправдивого повідомлення. Ними виявилось троє студентів. На превеликий жаль, жаль виявився невдалим. Тож хлопцям тепер доведеться відповісти за нього перед законом. В теперішній час відкрите провадження за статтею 259 частиною першого кримінального кодексу України. Санкція даної статті предбачає позбавлення волі на срок від двох до шести років. Ми сиділи в кімнаті, хотіли розобновити карточку і візнати, обслужується ли мій друг в приватбанці. Ми зв'язалися з операторами. Два оператора чисто збили в вызов. Потім перекинули на третєго оператора. Був мужчина. Він не зрозуміли суть данного вопроса. Переспрашивав постоянно. Ми були випившими. І після цього я поп'яне сказав, що можна зорвати ваш банк на Месведовське. Через час працівники залишали і доставили сюди. За 9 місяців текущого року Одесу посетили 2 мільйона 200 тисяч туристів. Це на 100 тисяч більше, ніж в тому року. Треть всіх туристів, посетивших Одесу, іностранці. За 10 місяців цього року наш аеропорт вже приняло 1 мільйон 54 тисячі. Що дуже ярко свидетельствує о тому, що у нас, безусловно, увеличується туристична привлекательність городом. Нужно сказати, щоб нам повернулись некоторые авіалині, які ушли рані з ринка. Открыты нові направлени, зв'язані особенно з інтранами Балтиї, Тель-Авив, Анкара. В цьому року, по словам чиновників, увеличився поток туристів з Беларуси, Румынии, Молдови, Турції і Гермії. В планах департамента туризма на следующий год пополнить этот список туристами з скандинавських країн. Одеса готовиться засиять нові новогодні іллюминації. Украшеннями, светодіодами, конструкціями наряжають не тільки центр міста, але й спальні райони. На Дерибасовській вже можна наблюдать нові праздничні гірлянди. Вдоль всей улицы. Главне украшення міста – новогоднію ілку – начнут устанавливать вже во вторник. Так, в цьому року буде дополнительно украшен міст на місті Маршала Жукова. Будет дополнительно украшен Крымський бульвар. Очень красиво буде украшено Дерибасовське новими украшеннями. Будуть изготовлены і розміщені нові конструкції по уліці Пушкінській над пішоходними частями, тому що те старі, к чому вже люди привыкли, вже устарели і выглядять неістетично. Будет установлен фонтан возле мерії, светящийся, светодіодний. Будуть установлены ёлки, больша ёлка возле мерії, ёлка, зживая на Дерибасовській. В художественной галерії альтернативного искусства «Желтые великаны» открылась персональная выставка скульптора і художника Алексея Кириленко «Обратное движение. Возвращение к себе». В экспозиції представлены бронзові скульптуры і графічні картини. Все роботи посвящені библейським і античним персонажам. Чим религія? Це найбільші, 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 найбільші. Религія православна, религія любой страны. Антична тематика, наполняна разнообразними темами, сюжетами. К этим темам обращаются многие люди на протяжении всего своего творчества. Тут собраны работы довольно-таки большого промежутка времени, порядка 20 лет, поэтому все они разные. Выставка «Обратное движение. Возвращение к себе» Алексея Кириленко в художественной галерее «Желтые великаны» продлится до 25 декабря. Очередной технический нокаут Василий Ломаченко уверенно защитил чемпионский титул благодаря досрочной победе над кубинцем Мигелем Ригондо. Соперник украинца не сумел нанести ни одного опасного удара и постоянно нарушал правила. Ригондо задерживал руки Акерманца и наносил удары ниже пояса. Василий показал очень интеллектуальный и скоростной бокс. Как результат, Мигель отказался от продолжения борьбы после шестого раунда, якобы из-за травмы руки. Ломаченко немного расстроился уже четвертому техническому нокауту. Ему хотелось уложить соперника на ринг. «По картинке та, которая была, я, конечно, ожидал, что будет намного сложнее и он будет намного лучше. Как казалось, видите, но не в то время устроили эту битву. Если бы эта битва была хотя бы лет пять назад раньше, это было бы, наверное, интереснее. Ну, лично для меня. Надо было ему соглашаться, конечно, когда первый раз мы разговаривали. Спортивный Оскар. Награды девятой торжественной международной премии «Золотой мангуст» получило более 40 выдающихся лауреатов. Наш город посетили выдающиеся спортсмены, тренеры и функционеры многих стран СНГ. Подробности в сюжете Дмитрия Богомолова. «Спорт – посол мира». Под таким девизом проводится международная премия «Золотой мангуст». Уже в девятый раз в торжественной церемонии принимают участие делегации из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Турции, Кыргызстана, Израиля, Армении, Грузии и многих других стран. «Все началось с спортивного клуба. Клубу уже 15 лет. Первые годы создания клуба мы видели, что есть очень много проблем с фортом. Решили создать премию для популяризации спорта, для развития спорта». «Были лауреаты премии как ветераны спорта, будущие олимпийские чемпионы 72-го года, 88-го, 84-го. Также молодые спортсмены, которые достигли таких высот. И также чемпионы мира, Европы. Сама номинация для чего была сделана? Чтобы как-то простимулировать спортсменов, что, к сожалению, государство их обделяет и никакое должное внимание не отдает». «Ордена. Ордена изготовлены из золота, с вставками из горячей эмали, а также статуэтки, которые изготовлены из серебра, покрытые золотом, на камне-змеевике. Два вида наград есть у нас для победителей». Учредили премию для возрождения спортивного духа, признания лучших спортсменов и вклада в развитие спорта ветеранов, меценатов и общественных деятелей. В этом году статуэтки получили мастера спорта под Хэквондо сестры Моисеенко, победитель чемпионата Китая по ММА Раул Туталаури, чемпион Европы и мира подзюдо Зелим Кацоев и чемпион мира по пляжной борьбе Семен Радулов. В Турции он представлял клуб «Мангуст». «Все благодаря клубу «Мангуст», что они собрали команду, спасибо им, что они организовали. Там старший тренер Андрей Ещенко, он собрал команду, мы подготовились, мы поехали, мы проявили себя». Спортивный клуб «Мангуст» тесно сотрудничает с Одесской юракадемией и Международным гуманитарным университетом. Большинство спортсменов клуба являются студентами этих вузов. Знаком почета Национального университета Одесская юридическая академия Магомета Магдиева наградил Сергей Кивалов. Центр спортивной борьбы и Центр спортивных единоборств юридической академии нам предоставлен прекрасный комплекс, благодаря которому мы имеем возможность бесплатно тренеровать детей, юношей, студентов. Огромное вам спасибо за такие встречи. Браво, большие аплодисменты, дорогие друзья. Мы имеем хорошую материальную спортивную базу и мы с ними сотрудничаем, только с ними, потому что они профессионалы своего дела. Мы запускаем их, они работают вместе со студентами, мы всячески поддерживаем, привлекаем молодежь, привлекаем школьников 10-11 классов, они тоже принимают участие. И я всячески поддерживал и буду поддерживать развитие молодежного спорта и профессионального спорта, и любительского спорта. То, что сегодня, к великому сожалению, правительство практически никак не поддерживает спорт, это плохо. Но есть такие организации, которые взяли на себя эту функцию. И вот Мангус относится к такой категории организаций, которые искренне это делают. И мы видим результаты. Ордена получили Николай Буценко, Надия Дусанова, Дмитрий Баранов, капитан сборной по Invictus Games Александр Писаренко и лучший боксер чемпионата мира и Европы Александр Хижняк. Завдяки спорту, завдяки тому, что сегодня происходило в этом зале, будуют новые спортивные майданчики, новые тренировые зали в учебных закладах, в высших учебных закладах. Это не может не радовать, потому что действительно масштабность этого света и масштабность тех людей, которые сегодня пребывали со мной, которые меня приглашали, яких также приглашали, была надзвичайно вражающая. Тех спортсменов, особенно, которые когда-то давали большой результат и отстаивали честь страны, нашей страны, Украины, разных стран, их не забывают и их поощряют. Так же само молодому поколению, которым вручаются тоже награды, это тоже подспорье, есть к чему стремиться, но это как бы как спортивный Оскар. Впечатляющей была и шоу-программа. На сцене выступали известные артисты Джипси Кингс, Роман Руссу, Юрий Гадо, шоу-балет Форсайт и Мила Нитич. Я очень рада, что меня вообще сюда сегодня пригласили, что я сегодня могу здесь петь для этих замечательных людей, потому что я считаю, что спорт, он объединяет всех нас. И как на сцене, так и на ринге мы становимся все равными. Золотой мангус – награда, которая служит мотивацией для новых достижений и помогает спортсменам добиваться новых вершин. Дмитрий Богомолов, Денис Рудь, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер». И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с репортером. До скорого. Продолжение следует...